Всем привет! Продолжаем анализировать официальный геймплей FIFA 21, который палился в сеть от западных блогеров после снятия эмбарго. И сегодня мы попробуем ответить на очень популярный вопрос. Что же нового стоит ждать в любимом для многих режиме карьеры за игрока? Кстати, напишите в комментариях, играете ли вы в него, и какие новые фишки вы ждете от карьеры за игрока. Друзья, хотим рассказать вам про уникальную акцию от компании Zenit, которая является одной из самых выгодных в СНГ. Благодаря ей вы можете получить до 100% к первому пополнению и страховку первых пари, а также 250 рублей за первое пополнение от 500 рублей. Акция доступна для очень ограниченного количества людей. Ее не афишируют и на сайте компании просто так вы ее нигде не найдете. Она доступна только по специальной ссылке, которая будет в закрепленном комментарии. При регистрации по ней вы получите сразу три бонуса. Zenit работает на рынке уже более 20 лет с честными и быстрыми выплатами, моментальной поддержкой и быстрым сайтом. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии и забирайте уникальный бонус. Итак, стартует карьера за игрока традиционно и привычно для последних сезонов. Выбираем нашего персонажа, его дату рождения, национальность, устанавливаем его антропометрические данные, кастомизируем внешность, выбираем прическу, бутсы, манеру игры и все остальные атрибуты. Затем выбираем клуб, устанавливаем настроечки самой карьеры и понеслась. Небольшая презентация вашей звезды и беремся за дело. Нам FIFA напоминает о возможности запросить трансфер и аренду или завершить карьеру. Ну, очень своевременное напоминание, как для юной восходящей звезды. Сводка по карьерке осталась без изменений, в ней все те же цифры. И еще одна мини-инструкция по тому, как прокачиваются атрибуты футболистов. Далее идет подробное описание, за какие полезные действия можно заработать улучшение вашей звезды. Все снова без изменений. Затем нас ждет еще один микроинструктаж по месячным задачам. Потом нам напоминают, как прокачиваться на тренировках. А потом наступает и сам процесс выбора тренировок, который тоже не поменялся в сравнении с прошлыми частями. Новенькая система прокачки из карьеры за клуб прошла мимо карьеры за игрока. Сами тренировки тоже старенькие. Это та самая прокачка пяти скиллов раз в неделю. И еще одна инструкция перед стартом матчей. Мы можем играть за игрока, играть за команду или провести быструю симуляцию матча. Ну, наконец-то, хоть что-то новое. Ранее симуляция была недоступна в карьере за игрока. И для того, чтобы пропускать матчи, нужно было в них заходить и выбирать пункт «Рассчитать остаток матча». Теперь симуляция полностью легальна и находится под рукой. Внутри матчей ничего нового. Фидбэк тренера также не поменялся. Процесс симуляции поединков выглядит так. Здесь не будет возможности включения в эпизоды, что в принципе очень странно. В карьере за игрока эта фишка, может быть, была бы даже более уместной, чем в карьере за клуб. Ну и, собственно, все орг-вопросы на этом заканчиваются, и вы попадаете в типичную рутину карьеры за игрока, знакомую по прошлым частям FIFA. Как вы поняли, на этот режим EA тотально забили болт. Единственное изменение в нем – это добавление симуляции матчей. И больше ничего. Но не считать же за новинку эти мини-инструкции. Достаточно странное решение, учитывая то, что в карьеру за клуб внесено несколько внятных нововведений, которые могли бы быть применены и в карьере за игрока. Но на них почему-то тупо забили. Например, можно было бы добавить ту же опцию со сменой позиции вашего героя, которая была бы для карьеры за игрока очень актуальной. В эту же копилку могли бы отправиться и обновленные тренировки, и вход в симуляцию матча в любой момент. Но разве будет EA напрягаться там, откуда не может выкачать донаты с игроков? Вопрос риторический и очень-очень неприятный. В общем, если вдруг вы играете в FIFA исключительно в режиме карьеры за игрока, то можете спокойно оставаться в прошлой части игры, не вкладывая баблишку на покупку новинки. Больше сказать о карьере за игрока нечего. Подписывайся на Кибербол, жми на колокольчик и первым узнавай все самое интересное из мира футбольных симуляторов. До связи!